Впервые со времен Второй мировой войны Великобритания в 2003 году направила войска в Ирак с целью вторжения и последующей оккупации суверенного государства. Расследованием этого решения занималась комиссия Чилкотта. Глава комиссии, сэр Джон Чилкотт, заявил, что вторжение Британии в Ирак было большой ошибкой. Целью этого расследования не было определить легальность применения военной силы. Но мы, тем не менее, пришли к выводу, что обстоятельства, при которых было принято решение о правовой основе для вторжения, были далеко не удовлетворительны. В 2002-м иракский режим попал под санкции ООН, представители которой пытались определить, ведется ли в Ираке разработка оружия массового уничтожения. Это касалось как химического, так и биологического или ядерного оружия. К тому моменту Саддам Хусейн уже 11 лет играл с инспекторами ООН в кошки-мышки. Британские власти начинают терять терпение, и политика мирного урегулирования сменяется на позицию, близкую к администрации Буша. Угроза со стороны Саддама Хусейна и от его арсенала оружия массового уничтожения всех типов весьма реальна. Так что нам предстоит выработать стратегию для борьбы с этим. Это неизбежно. Несколько дней спустя после этого заявления Тони Блэра, премьер уже говорит в палате общин об иракской угрозе, как данности, ссылаясь на 50-страничное досье. Согласно этому докладу, у Ирака есть химическое и биологическое оружие. Режим продолжает их производство. У Саддама есть реальные планы военных компаний, которые позволяют применять это оружие всего за 45 минут. Джон Чилкотт Мнение о боевой мощи Ирака, как в этой речи, так и в досье, опубликованном в тот же день, высказывалось со степенью уверенности, которая никак не была оправдана. Несмотря ни на что, Великобритания направляет войска в Ирак, что, согласно докладу Чилкота, могло потребоваться в какой-то момент, но в марте 2003-го никакой прямой угрозы со стороны Саддама Хусейна не было. Захват четырех провинций на юго-востоке Ирака не был подкреплен достаточными силами для обеспечения должного уровня безопасности мирного населения. Подготовка к военной компании была проведена без учета последующей стабилизации обстановки, а также задач по восстановлению Ирака и той доли ответственности, которая ложилась на плечи Великобритании. Военная кампания англичан длилась шесть лет до мая 2009 года и унесла жизни 179 британских солдат и по меньшей мере 150 тысяч иракцев. Продолжение следует... Продолжение следует...